Александр, итак, что громкое заявление сделал Макрон, очень громкое и не одно. Сейчас вообще такое чувство, как будто европейские лидеры пытаются друг у друга перехватить, так сказать, вот этот флажок первенства за помощь Украине. В общем, Макрон собрал в Париже встречу союзников Украины, где поднимался вопрос, в том числе, использования сухопутных войск отдельных стран НАТО на территории Украины. Из хороших новостей, помимо того, что Макрон сказал, что Франция возглавит коалицию дальнобойных ракет, так для нашей страны так еще, и не исключил возможность привлечения французских войск для боевых действий на территории Украины. Макрон сказал так, мы должны сделать все возможное, чтобы Россия не победила. Это уже вызвало истерику в Кремле, но хотелось бы поговорить о том, насколько действительно, ну, одно дело обещать, другое дело жениться, тут даже еще и обещаний нет. Насколько действительно есть вероятность того, что иностранные войска, в том числе отдельных стран НАТО, могут быть использованы в борьбе против оккупантов на территории Украины? Вы знаете, я когда слушал это все выступление, мне было очень и очень смешно, потому что тот же президент Франции Макрон заявил, что мы не будем бороться против русского народа, мы не собираемся бороться против россиян, мы собираемся вас просто остановить. Вот мне интересно, как это все совмещается в этой голове. Отсутствие борьбы с россиянами и желание их остановить. По большому счету, очевидно, что россиян, если продолжится такая же ситуация, если Европа будет медлить и Соединенные Штаты будут медлить, то всем европейским странам и западным странам и американцам, как бы они того ни хотели, придется идти на украинскую землю и воевать с россиянами. Если они не хотят, чтобы эта война расположилась на территорию всей Европы, тогда пришлось бы уже использовать абсолютно весь потенциал, который у них есть. Очевидно, что даже сейчас европейские лидеры мямлят и не собираются отправлять каких-то своих инструкторов или какие-то свои войска на территорию Украины. Хотя уже всем очевидно, что спустя энное количество времени, возможно, это и понадобится сделать, ровно так, как это необходимо было делать с точки зрения поставок танков, дальнобойных ракет, самолетов, которые до сих пор никак не могут прийти в Украину и боеприпасы. Мы сейчас буквально слышим уже от Госдепартамента США, что боеприпасов у Украины практически не остается, что очень и мало у Украины снарядов. И что необходимо в ближайший месяц буквально эту помощь передать Украине. Об этом же заявил президент Зеленский во время пресс-конференции своей, посвященной двум годам с момента начала вторжения РФ, полномасштабного вторжения Российской Федерации и российских регулярных войск в Украину. Соответственно, уже хорошо, что они об этом стали говорить. Очевидно, что это не остановит Путина. Сколько бы европейских или западных войск не стояло на территории Украины. Но это может остановить российские войска, это может остановить российских силовиков. Сумасшествие Путина уже никто не остановит его безумство. Его остановит только табакерка по голове, которую ударит господин Патрушев его. Но тем не менее, мы прекрасно все понимаем, что уже хорошо, что разговоры в Европе начались. И здесь же вопрос не только в отправке войск. Это может быть даже не самое главное. Это может быть даже какая-то такая хитрость Макро. Вопрос в другом. Чтобы Запад, в принципе, передавал Украине вооружение и боеприпасы. Как можно больше, как можно чаще. И новое, и новое вооружение. А то постоянно они как-то отстают, и Украине приходится обороняться самостоятельно против этой армады. И как показывает практика, эта армада тоже как бы особо и не ожидает такого отпора. Поэтому каждый раз допускает какие-то ошибки. Да, вот союзники России работают на полную силу. Например, заводы в Северной Корее перешли на режим работы в полную мощность для того, чтобы поставлять оружие в Россию. Об этом, по крайней мере, заявили в Южной Корее. Означает ли это, что Россия таким образом за счет заводов КНДР готовится к новому, возможно, наступлению более масштабному, о котором, например, говорил Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции и анонсировал, что тяжело будет уже весной, а новый виток российского наступления может припасть на конец мая или начало лета? Нет, наступление уже идет, и оно будет только продолжаться. Мы понимаем, что до какой-то фазы оно дойдет определенно, что россияне и накапливают силы, и продолжают наступление по различным направлениям. Поэтому это не означает, что вот раз они взяли и начали наступать. Они уже наступают. Поэтому Владимир Зеленский очень четко обозначил, что весна будет довольно сложной для Украины. А потом начнется украинское контрнаступление спустя какое-то энное количество времени. Дело не в этом. Дело в том, что когда мы говорим о Северной Корее или об Иране, например, которые поставляют вооружение Российской Федерации и помогают, кстати, им осваивать новые технологии, давайте не будем об этом забывать, то мы с вами также должны четко отметить, что это означает, что в Российской Федерации проблемы с военной промышленностью, что они не успевают строить, ремонтировать, выпускать, находить людей, инженеров, которые бы это все дело могли бы создавать, потому что там тоже есть огромные проблемы с мобилизацией. Мы знаем человеческого потенциала и уже самых высококвалифицированных сотрудников, инженеров, работников и так далее люди стараются приберечь, что называется. Мы также можем говорить с вами о том, что у России проблемы с запасами вооружения, именно поэтому им необходимы и корейские ракеты, и иранские дроны, и баллистические ракеты. Но я хотел бы о другом просто поговорить, да, сакцентировать внимание на нечто иных каких-то моментах. Во-первых, о том, что Иран будет передавать России баллистические ракеты и новые модернизированные иранские дроны, было известно израильской стороне еще в октябре месяца. Мне в интервью бывший глава Совбеза Израиля Хуата заявлял о том, что Иран поставит России эти баллистические ракеты и новые дроны. И об этом знал Запад. Возникает вопрос, почему в принципе так вяло Запад отреагировал, почему он не предоставил Украине заранее, да, эти самолеты, эти системы ПВО, которые способны будут сбивать в том числе и северокорейские ракеты, и иранские баллистические ракеты, да, и почему в принципе нет ни самолетов, ни артиллерии, ничего-то другого для того, чтобы сомнить ход ведения войны. И мы с вами прекрасно слышали, как Зеленский сказал, что если бы у Украины было 10 систем Патриот, если бы у Украины были дополнительные системы артиллерии и не только, то в принципе ход военных действий был бы на пользу Украины, и Украина смогла бы сломить оборону Российской Федерации, выстроенную на нескольких линиях фронта по всему периметру этой линии боевых действий. Соответственно, это огромное количество вопросов к Западу, ровно так же, как и вопрос о том, каким образом Россия получила информацию об украинском контрнаступлении. Потому что, насколько я понял со слов президента Зеленского, что именно со стороны Запада произошла утечка. Давайте озвучим эту цитату. Президент Украины заявил, что план украинского контрнаступления 2023 года лежал на столе в Кремле еще до начала этой операции. Возникли сразу вопросы, вероятно, в офисе президента или среди верхушки военной есть люди, которые могли передать эти планы. Но в то же время Владимир Зеленский в первую очередь пеняет в сторону Запада. Тех западных СМИ, которые постоянно рассказывали, на каком направлении, какими силами будет наступать украинские силы обороны. Нет, немного не так. Президент Зеленский очень чутко дал понять, что утечка произошла со стороны Запада. И он сказал, что в этот раз количество источников и количество вообще людей, которые будут осведомлены о ходе ведения тех или иных операций за пределами Украины, будет очень сильно сужено. И Украина не будет уведомлять всех и каждого. На Западе о том, как будет продвигаться дальше та или иная наступательная украинская операция. И что будет, как он сказал, несколько сценариев ведения этого наступления, как мы помним. Если бы действительно была утечка со стороны Офиса Президента, я думаю, что Зеленский о ней бы не узнал. А вот со стороны Запада вполне возможно. Есть же еще дополнительно иной вопрос. Потому что Запад на тот момент времени, я вам напомню, весна-лето 2023 года настолько распиарил украинское контрнаступление и всем сказал, откуда оно будет происходить. И привязал контрнаступление украинских войск к поставкам оружия. Что потом, когда это не привело к успеху, и очевидно почему, потому что Россия не знала заранее все планы наступления вооруженных сил Украины, то тогда возник вопрос, что же дальше делать с оружием. Тогда Запад очень сильно разочаровался. И мне кажется, что Запад играет в такую игру. Сначала сдает украинские планы, а потом сам разочаровывается. Потом сам не дает Украине деньги, а потом сам Украина шантажирует. Отдавать ей деньги или не давать. А потом даст Украине деньги и поставит дополнительные условия, и будет ждать очередного успешного контрнаступления, и будет сливать Россию и дальше информацию о контрнаступлении. Знаете, почему Запад сливает информацию? А потому что он не хочет развала России. И на самом деле краха режима Путина. На самом деле. Поэтому он и сливает информацию об украинском наступлении. Когда мы говорим «Запад», кого мы имеем в виду в первую очередь? Ну, наверное, страна Западной Европы и США. Мы же понимаем, что немцы и американцы очень сильно боятся. Вот скажите мне, они же боятся вступления Украины в НАТО. Барин же сказал, что Украина не вступит в НАТО, пока он есть президентом Соединенных Штатов. Возникает вопрос, зачем это все дело происходит. Да? Ну, Россия, тем не менее, узнает информацию. Запад сливает. Поэтому и война так долго идет. А могла бы закончиться раньше, если бы Запад не помогал России. И, кстати, когда Запад не ограничивает их в санкциях, когда Запад помогает России получать оружие и товары для нового назначения и продавать ей сырье, через третьи страны получает товары с того же Запада. Когда огромное количество комплектующих западных стран, американских в том числе, находится в российских ракетах, в российских дронах, в российских, там, не знаю, танках и так далее, то возникает огромное количество вопросов. А зачем? Главный из них. Давайте, друзья, если у вас есть ответ на этот вопрос или ваши мысли по этому поводу, оставляйте их в комментариях. В целом, о сотрудничестве еще немного поговорим. Украина и западных спецслужб в этом конкретном контексте. Нью-Йорк Таймс интересный материал выпустил о том, что Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов, ЦРУ, поддерживает в Украине 12 секретных баз вдоль границы с Россией. И как раз вот недавний приезд, секретный приезд, как пишет Нью-Йорк Таймс главы ЦРУ Уильяма Бернса, был как раз и связан, в общем-то, с функционированием вот этих вот секретных цепочек. Значит, по данным журналистов, это сотрудничество началось в 16-м году. Кстати, одним из тех, кто возглавлял это сотрудничество, был бывший глава Главного управления разведки, службы внешней разведки и контрразведки СБУ Валерий Кондратюк. Интервью с генералом, кстати, свежее. Можно посмотреть на YouTube-канала в гостях у Гордона и Дмитрий Гордон. Сделал его Александр Гемченко. Мои интервью с генералом Кондратюком можно посмотреть ранее. Тоже потрясающе любопытно. И вот, значит, об этом сотрудничестве. Якобы США создали в Украине элитное подразделение спецназа под названием 22-45, которые проводили операции не только в тылу России, но и была подготовлена целая сеть разведчиков и агентов, которые действовали в том числе на территории Европы, в тех странах, где влияние России так велико. Масса сразу вопросов возникает. В целом, почему это подразделение до сих пор секретное, не было бы ли, скажем так, ну, чем оно может заниматься, мы понимаем, да, действия на территории Европы, что это может означать. Но и в этом материале, конечно, была потрясающе интересная новость о том, что как раз того же генерала Кондратюка сняли с должности из-за того, что украинские подразделения начали проводить секретные операции на территории оккупированного Крыма, что не понравилось американским союзникам. Это, кстати, к разговору о том, если бы Запад не помогал России. Ваши впечатления от материала? Ну, смотрите, я действительно сделал недавно интервью с генерал-лейтенантом Кондратюком, и вот что он интересное рассказывает на этот счёт, что американцы, в принципе, в том числе и ЦРУ, не хотели сотрудничать с украинской разведкой очень долгое время, и что с 2014 года понадобилось энное количество лет, не один год, не два, для того, чтобы убедиться ручника в том, что с Украиной необходимо сотрудничать. Более того, когда генерала Кондратюка переводили с одной должности на другую, ну, например, с контрразведки СБУ, которую он возглавлял, на пост главы Главного управления разведки Министерства обороны, то лично благодаря только тому, что у него сохранились контакты с американской разведывательной структурой, с разведсообществом американским, в том числе и с ЦРУ, в том числе и с бывшим главным директором ЦРУ господином Брианом, по большому счёту, только благодаря этому американцы продолжили сотрудничество. Почему они не хотели? Потому что они считали, что украинская разведка это полностью подотчётная разведка России, это одна система КГБ. Ну, словно они воспринимали Украину как Беларусь. И в каком-то смысле они были правы, потому что до 2014 года в большинстве своём так и происходило. Потому что... И это вопрос был не только времён Януковича, это был вопрос, что происходило во времена Ющенко, во времена Кучмы, ну и во времена Кравчука, конечно. Ну и даже во времена Порошенко, слушайте, было огромное количество предателей, которые работали против Украины. Знаете, вот есть такой интересный момент. Почему Путин начал войну против Грузии, условно? Одна из причин была в том, что Саакашвили стал снимать грузинских силовиков, которые работали на Кремле, высокопоставленных. Например, одного из замов главы КГБ Грузии. Потом... А эти люди сидели на потоках. Эти люди сидели на потоках, они передавали все деньги в Москву, ну и них оставалось что-то в кармане. Такая же была, наверное, одна из причин нападения России на Украину полномасштабная. Потому что когда убрали Медведчука, убрали огромное количество потока. Но не только же убирали Медведчука. Убирали на самом деле и огромное количество людей в разведсообществе украинском. Убирали силовиков, которые работали на Россию. Убирали людей, которые получали информацию ото всей разведки украинской. Понимаете? Поэтому действительно это было все очень интересно. И Кондратюк, а также огромное количество других людей, ну не огромное количество людей, выстраивало эти отношения с американской разведкой. Американцы долгое время не доверяли. А потом они просто нарисовали красные линии, которые украинская разведка не должна переходить, переступать. Эти красные линии вообще как появились? Это же излюбленное сововыражение такое, совосочетание Барака Обамы, бывшего президента США. Он же, помните, рисовал перед Путиным красные линии в Сирии, которые Путин успешно переходил, пересекал, да? С химическим оружием. Вот так и здесь. Вот он нарисовал красные линии перед украинской разведкой и перед ЦРУшной. Да, вот перед ЦРУ своим. Что вот эти вот красные черты нельзя пересекать. Нельзя нарушать правила, которые выстроились между Вашингтоном и Москвой на протяжении долгих десятилетий. Кстати, мне в интервью бывший заместитель директора ЦРУ Джек Дивайн тоже рассказывал, что до 16-17 года функционировали эти правила. Но когда Россия, которые были, кстати, закреплены еще со времен Сталина, что ни Москва, ни Вашингтон не вмешиваются во внутренние какие-то дела друг друга. Пожалуйста, воюйте на любых территориях, введите какие-то споры, устраивайте прокси и не прокси войны, горячие и холодные конфликты, но не воюем на территории России и на территории США. А когда Москва вмешалась в выборы американские, то она пересекла для себя черты. Она дальше вмешивается, она дальше устраивает подрывную деятельность против Соединенных Штатов и внутри Соединенных Штатов. А вот Соединенные Штаты до сих пор не хотят начать зеркальную кампанию против России, против Кремля и против Путина. Понимаете, тоже запаздывают, даже и в этой войне. Поэтому если мы говорим о войне разведсообществ, то американская разведка запаздывает с точки зрения борьбы с российской. Российская разведка КГБ России, ФСБ России уже давно начала войну против американского ЦРУ. А американская ЦРУ до сих пор не может начать войну, нормальную войну, как они умеют, против московского ФСБ. Это, кстати, очень интересный такой момент, который мало кто замечает. Так вот, эти красные черты были нарисованы. И каждый раз, когда украинская разведка проводила операции, например, тот же Кирилл Буданов, который был одной из частей этого секретного подразделения в Крыму, или когда украинская разведка убирала тех или иных головорезов, такие как Гиви, Моторола и так далее, то постоянно американская сторона, особенно Белый дом, особенно Барак Обама, очень сильно возмущался и всё ограничивало, ограничивало и ограничивало коммуникацию между украинской разведкой и американской. Есть один очень важный момент, о котором мало кто говорит и мало кто замечает. Ведь невзирая на то, что были проведены красные черты Обамой и Трампом, когда они запрещали двум разведкам условно коммуницировать, когда американская разведка боялась проводить какие-то активные операции вместе с украинской разведкой, делиться с ней какими-то секретными данными. Невзирая ни на что, американцы ЦРУ постепенно всё равно выстраивали линию коммуникации с украинской разведкой, с той или иной. Они всё равно её усиливали, они всё равно помогали, они всё равно выстраивали какие-то отношения, они всё равно делились данными. И это очень всё напоминает большие какие-то войны, большие конфликты, которые случались ранее. Вот во времена Первой мировой войны генеральные штабы готовили планы по захвату тех или иных территорий. Эти планы оказывались на столах у разведок тех или иных стран, и они готовили своих правителей или общества, или разведки своих союзников к наступлению, к войне большой. Вот так это происходит условно и сейчас. Невзирая на противление Барака Обамы, Дональда Трампа и даже Джо Байдена, американская разведка всё равно помогает украинской и дальше будет условно помогать. Вот я спросил у Джека Дивайна, замгловой ЦРУ бывшего, американская разведка будет помогать Украине, если там случатся какие-то пертурбации в Штатах? Он сказал мне так, что в принципе американский народ, который представляет в том числе американская разведка, Украину не оставит. Поэтому я думаю, что невзирая ни на что, даже если будут какие-то очень странные катаклизмы в Соединённых Штатах, ЦРУ будет и дальше сотрудничать с украинской разведкой на всех направлениях и усиливать её, что очень не нравится Владимиру Путину. Очень. Очень на это рассчитываем. Друзья, вы в прошлый раз написали пожелание скорейшего выздоровления Александру. Посмотрите, Александр сегодня уже бодрый. Здорово. Спасибо. Спасибо за то, что оставляете ваши комментарии. Друзья, попрошу вас лайки этой беседе поставить сейчас. Хочется, чтобы большее количество людей увидело наш сегодняшний разговор.